Книга «Открытым оком», вопрос 362, тема «Святая Библия». Сафония, 1 глава, 8 стих. «И будет в день жертвы Господней. Я посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников». Что является одеждой иноплеменников для верующих людей? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Начнем с примера. У каждого народа есть своя национальная форма одежды. У русских это рубашка на выпуск под пояс. Кажется, в этом никто не сомневается. Все казачьи хоры, фольклорные ансабли в расшитых косоворотках, рубашках до колен и обязательно пояс с кистями. И посмотрите на картину художников Репина, Сурикова, Поленова и других. Всюду и везде русский человек изображается именно так. И сегодня кого из своих знакомых вы не найдете, чтобы носил рубашку на выпуск под пояс? На тысячу знакомых ни одного. У всех рубашки заправлены брюки. А это немецкая форма. Зачем она нам? В нашем уставе деревенской общины поселка Потеряевка есть такой пункт, обязывающий всегда носить пояс поверх рубашки на выпуск. Кажется, ни по одному пункту так не сопротивляются новопоселенцы. Почему? Слово пояс встречается в Библии 124 раза. И только один раз распоясаться. И то в отрицательном смысле. Услышав это, вы сегодня оденетесь по-русски? Посмотрите на женщин на старых фотографиях и посмотрите сегодня, что мы видим. Почти сто процентов женского пола залезли в мужские брюки. Второзаконие 22.5 На женщины не должно быть мужской одежды, и мужчины не должны одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом твоим, всякий делающий сие. Посмотрите на женские юбки, сколько на них разрезов, как будто весенняя собачья свадьба точила зубы на ней. Все это мерзость и запустение в нравах. И Бог обещает наказать и за это. Поднять высоко подол считалось позором. Слово «высоко» означало оголить пятки. Исайя, 47 глава, 22 по 3 стих. «Сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого». Иеремия 13.22 «И если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя. Обнажены пяты твои». Иеремия 13.26 «Зато будет поднят подол твой на лице твое, чтобы открылся срам твой». Иеремия 13.26